В Твери у жителей одного из многоквартирных домов по бульвару Цаново в подвале появились разом бассейн и сауна. Вот только радости от этого жильцы не испытывают. Горячая вода затопила подвальное помещение из-за аварии на теплосетях. Добиться от соответствующих служб устранения последствий коммунального бедствия горожане не могут четыре дня. В отчаяние они обратились в редакцию нашего телеканала. С места событий передает наш корреспондент. Авария в доме номер 11, корпус 1 по бульвару Цаново, произошла в начале этой недели. На одном из участков трубопровода случился прорыв и кипяток хлынул в подвал пятиэтажки. Первые часы коммунального бедствия жильцы сняли на видео. Спустя четыре дня после инцидента, рассказывают местные жители, помощи от коммунальных служб они по-прежнему не получили. На протяжении всего этого времени они писали и звонили сначала в аварийную службу, затем в управляющую компанию, потом в Тверскую генерацию. Однако устранять последствия аварии коммунальщики не торопятся. Все это время в подвале стоит кипяток, из окон подвального помещения валит густой пар, а в подъездах и квартирах первого и второго этажа стоит жуткая сырость. Там сауна, там финская баня. Вот на первый этаж, если мы куда-то сейчас зайдем, там будет просто испарение ужасное. Потому что, получается, идет нагрев, да, вот горячей воды снизу, ну, представляете, да, то идут испарения, плюс деревянные полы. Вот это, ну, я не знаю, как, бедные люди. Да, эффекционные люди этим дышат. Штукатурка пала, конденсат ужасный, капает, это все скапывает людям на голову. Пошла сырость, сильная черная плесень, даже образовалась трещина между полом и стеной. Трещины между полом и стеной отнюдь не преувеличение. Действительно, в одном из подъездов на лестнице зияет щель приличных размеров. Более того, жильцы говорят, что по ночам слышат треск. Они уверены, что из-за частых подтоплений, подобное половодье в подвале они вынуждены наблюдать регулярно, дом начинает проседать. Местные жители всерьез опасаются обрушения. В попытках разобраться в ситуации и узнать, когда же все-таки коммунальщики обратят внимание на проблему дома Нацанова, наша съемочная группа отправилась в управляющую компанию, которая обслуживает пятиэтажку. В «Экострой» нам заявили, что делают со своей стороны все, чтобы ликвидировать аварию. Однако собственных усилий УК недостаточно. Все упирается в нерасторопность Тверской генерации, говорят в обслуживающей организации. Сначала мы звонили в устной форме, потом мы стали уже направлять телефонограммы, на что на наши телефонограммы не реагировали. Мы уже вызвали администрацию Московского района для подтверждения, что отсутствуют параметры на 11.1. И действий никаких у нас не принято. Мы им отправляли письмо по откачке, по прорыву. Никаких у нас мер не принято. И по сегодняшний день, с 21 числа, затоплен подвал, парит, жители жалуются, говорят, как в сауне. Для разъяснения ситуации наш телеканал обратился в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области. В профильном ведомстве нам пояснили, что на ЦАНОВ-11 произошло повреждение на транзитном, то есть в подвале дома, обратном трубопроводе распределительных тепловых сетей Тверской генерации. В настоящее время данный участок отключен, утечки теплоносителя нет. Горячая вода в квартире жильцов подается по временной схеме. А вот ликвидации последствий аварии местным жителям, возможно, придется ждать до конца месяца. Сообщается, что работы по устранению повреждений и откачке воды из подвала будут завершены до 31 июля.